В эфире Омск ТВ новости. Смотрите сегодня. В эфире Омск ТВ новости. В эфире Омск ТВ новости. Смотрите сегодня. Сегодня на оперштабе мы рассматриваем два вопроса. Вопрос связанный с введением QR-кодов и в целом, какие последствия, проблемы для бизнеса это повлекло. А второй вопрос – это меры поддержки, региональной поддержки бизнеса. У нас президент говорил о том, что при введении ограничений в регионах, регионы должны определить меры поддержки для бизнеса. Но по факту сегодня мы не только в Омской области, а в принципе по России, как и по России федеральное объединение, мы смотрим все регионы России, мы не видим мер поддержки от регионов. Еще один важный вопрос в повестке – возобновление работы ночных заведений с 23 часов до 6 утра. Ранее ее ограничили на время всероссийской выходной недели. Однако 8 ноября, как ожидали предприниматели, отмены такой ограничительной меры не последовало. Как заявляют представители бизнеса, они вынуждены отправлять в неоплачиваемый отпуск своих сотрудников или сокращать штат. При этом, уверяют бизнесмены, еще две недели таких ограничений и большая часть ночных заведений в Омске прекратят свое существование. Позицию регионального бизнеса, сформулированную на экономическом штабе, представят уже на основном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, который должен состояться на текущей неделе. Именно там могут принять ряд мер по поддержке предпринимателей, а также снятию или введению ограничений. Контролеры тоже люди. Работа омских предпринимателей осложняется не только ограничениями в виде системы QR-кодов, низкой выручки или технических неполадок при считывании коронавирусного пропуска. Бизнесмены вынуждены нанимать дополнительные кадры контролеров, QR-кодов. Однако надолго такие сотрудники не задерживаются. Причина текучки – агрессия со стороны посетителей. Нежелание предъявлять как QR-коды, так и документ. Как правило, показать паспорт, чтобы идентифицировать личность и понять, кому действительно принадлежит заветный QR-код. Похожие ситуации поделились в социальных сетях. Есть постановление губернатора. Вы его сами читали? Это же не просто так. К примеру, в Москве закрыто все, кроме продуктовых магазинов. И ничего, люди живут. А вы заходите в ТЦ и на элементарные просьбы показать ваши документы, что это действительно ваш сертификат. Готовы ждать полицию час или кричать на контролеров? По словам пользователя, который, судя по тексту, поста работает контролером, грубость и повышенный тон – не единственная проблема. Некоторые посетители готовы буквально лезть в драку, толкаться, отстаивая свои права. Обязан ли посетитель предъявлять вместе с QR-кодом документ, удостоверяющий личность? Омск ТВ прокомментировали в Министерстве региональной безопасности. Какое может быть распространение, если предъявляешь, показываешь паспорт, его не фотографируют. Сотрудники охраны не вправе его фотографировать, паспорт, копии снимать и так далее. То есть даже необязательно вам в руки передавать, показали. Охранник сверил с QR-кодом сведения. Все, человек может проходить. Во-первых, никаких нарушений нет. У нас, как говорится, граждане не вправе передвигаться по территории, на улице и так далее. Но если они заходят на территорию ТЦ, это частная собственность. Непосредственно для ТЦ установлены данные требования. Если, как говорится, граждане отказываются выполнять часовые требования, то охрана правила не пускать. На лечении в стационарах находятся 3190 амичей с коронавирусом. Это почти 17,5% от общего числа зараженных с официально подтвержденной инфекцией. Как сообщает СуперОмск, со ссылкой на областной Минздрав, на данный момент в регионе диагноз COVID-19 поставлен более 18 тысячам жителей. Подавляющее большинство, 15 тысяч, лечатся дома. Из-за большого количества стационарных ковидных пациентов, Омская скорая помощь вынуждена была изменить схему госпитализации. Врачам больше не нужно звонить диспетчеру, чтобы выяснить, где в настоящий момент есть свободный коечный фунт. На Омской станции не от ложки запустили новую программу работы с ковидными больными. После того, как сотрудник скорой добавит информацию в планшет, он тут же получит сведения о медучреждении, которое готово принять пациента. Врачам больше не надо звонить диспетчеру и тратить время, чтобы выяснить, куда вести больного ковидом. Они всего за пару минут забивают нужную информацию в планшет, и ее сразу же получает диспетчер. Потом старший врач опять же по интернету дает команду, кого из больных и куда нужно вести. Этого на томографию, этого сразу в стационар, где для больного уже подготовили свободное место. Врачи отмечают, от тяжелого течения болезни может защитить только прививка. Система вакцинации против коронавируса в Омске тоже претерпела некоторые изменения. Как сообщают в областном Минздраве, препарат «Спутник Лайт» теперь будет применяться только для ревакцинации ранее привитых граждан, а также в случаях, когда человек уже переболел коронавирусной инфекцией. При этом Федеральный Минздрав планирует увеличить поставки данного препарата. Сейчас в поликлиниках Омского региона имеется 26 253 дозы вакцины «Спутник Лайт». Они распределены по медучреждениям в зависимости от количества прикрепленного населения. Для того, чтобы сделать повторную прививку указанной вакцины или привиться спустя 6 месяцев после болезни, нужно обратиться в прививочный кабинет поликлиники. Если препарата вдруг не окажется, гражданина внесут в лист ожиданий и пригласят позже. Падение выручки, увольнение водителей и нехватка машин омские перевозчики пророчат городу транспортный коллапс и опасаются очередного коронакризиса из-за введения ограничений, в особенности QR-кодов. Как отмечает председатель организации «Омские перевозчики» Владимир Геворгиан, за нерабочую неделю выручка упала на 22%. А на фоне повышения цен на топливо, удаленного обучения студентов и дистанционной работы для граждан 60+, для бизнеса пассажироперевозок это значимые потери, так как частный извоз еще не восстановился от последствий предыдущего локдауна. Впрочем, проверять QR-код в общественном транспорте даже в большом автобусе, где работает кондуктор, задача практически невыполнимая. Количество рейсов может сократиться вдвое из-за задержек, а значит и увеличится число недовольных пассажиров. Проверка кода занимает в лучшем случае около 2-3 минут. А если с ним что-то не так, может и вовсе затянуться. Все это время другим пассажирам придется стоять возле дверей. Владимир Геворгиан отмечает, что для водителя, например, обычной маршрутки, проверить код, принять оплату и следить за безопасностью на дорогах станет настоящим квестом. И вряд ли работники согласятся на такие условия, что может привести и вовсе к закрытию автопарков. Некому будет вовить и некого. Председатель организации перевозчиков отмечает, в сложившейся экономической ситуации ограничения приведут к экономическому кризису и, возможно, к сокращению маршрутов. Однако надежда еще есть. В мэрии накануне объявили 5 конкурсов на 47 автобусных маршрутов для перевозки пассажиров по регулируемому тарифу. А это, по мнению Владимира Геворгиана, золотое дно и возможность улучшить экономическое положение перевозчиков. Отмечу, что за первое полугодие 2022-го перевозчикам готовы заплатить более миллиарда рублей из городской казны. Как отмечают в Диптранте, по предварительным подсчетам эти автобусы перевезут более 25 миллионов пассажиров. А что касается QR-кодов, вводить их в омском транспорте пока не планируют. Но все может измениться, исходя из эпидемиологической обстановки. Детский сад будет сдан в срок готовность более 80%. В Ленинском округе на улице Светловская 50 рабочих трудятся практически 24 на 7. И выходят на финишную прямую. Штукатурят стены, монтируют оборудование и подключают электричество в будущем детском саду на 140 мест, который появится уже в этом году по национальному проекту «Демография». С таким темпом строительства сомнений в том, что учреждение будет сдано в срок, нет. За оставшиеся три недели закончить всю пыльную работу вполне реально, уверяет подрядчик. И несмотря на минусовую температуру, обещает завершить благоустройство территории. Высадить деревья, обустроить газоны, детские площадки. В новом детском саду они будут с резиновым безопасным покрытием. Как говорят специалисты, что сейчас самое лучшее время для посадки деревьев, кустарников, потому что сейчас температура уже будет стабильная. На сегодняшний день мы вышли на завершающий этап строительства детского сада. Ведутся внутри здания работы по чистовой отделке. Уже приступили к монтажу оборудования. Но осталось три недели. Я считаю, что завершить первому декабря реально. Детский сад на Светловской входит в тройку дошкольных учреждений, строительство которых должно завершиться в этом году. Еще два в микрорайоне Прибрежный и на первой станционной. В ближайшее время строители приступят к благоустройству и чистовой отделке стен, сообщают в мэрии. Всего в этом году в городе развернулись стройки шести детских садов по национальным проектам. Как отмечают в администрации, после того, как подрядчик выполнит свои договорные обязательства, детские сады ждет еще несколько контрольных проверок. Между тем, в мэрии строят планы уже на следующий 2022 год. 1 декабря не сдается объект, 1 декабря заканчиваются строительно-монтажные работы. Мы направляем заявление в главный архитектурно-строительный надзор. Они выходят на итоговую проверку, дают нам заключение о соответствии этого садика проектной документации. После этого идет ввод в эксплуатацию и после этого лицензирование. Садик Нейбута, садик Намира уже проектируется, они будут строиться на следующий год. А садики, которые проектируются, это вот станция Юнатов на левом берегу, Суворовская усадьба и успешная. Это еще проектируется. Новые дошкольные учреждения при положительных заключениях экспертов и успешном прохождении лицензирования примут своих первых воспитанников уже в 2022 году. Причем разных возрастов. В типовых проектах предусмотрены также и ясельные группы для малышей до трех лет. 12 лет строгого режима за химические эксперименты о мечам вынесли приговор за создание подпольной нарколаборатории. Подробностями истории поделились в областном управлении ФСБ. Двое фигурантов уголовного дела производили синтетические наркотики, причем дома и в гараже. Лабораторию организовали сами. Сбыт запрещенных веществ, причем в особо крупном размере, наладили через устойчивый межрегиональный канал незаконных поставок. Ну что делали? Наливали, мешали. Что делали? Смешивали. Наливал, мешал, смешивал. Впоследствии что вы с этими наркотиками должны были сделать? Райки. Куда? Ай, закладка. То есть сбыть методом тайниковых закладок получается, нестанавливаем лицом, правильно? Злоумышленников задержали еще в марте этого года. Оперативники обследовали квартиры наркодилеров и принадлежавшую им недвижимость. В гаражном боксе обнаружили и изъяли наркотики. Прекурсоры и лабораторное оборудование для производства веществ. Уголовное дело завели по статье «Незаконное производство сбыт наркотических средств». Ленинский район Исутомска приговорил одного из фигурантов к 8 годам строгого режима, второго – к 12 годам. Одному месяцу лишения свободы. Также в колонии строгого режима. Правительство России поддержало инициативу депутатов и сенаторов Госдумы об отмене обязательного техосмотра. Однако не для всех. Нововведение затронет лишь легковые автомобили и мотоциклы личного пользования. Исключение исправил транспорт для перевозки пассажиров, такси, автобусы и служебные машины. Также техосмотр останется обязательным при постановке авто на учет, смене владельца, изменении конструкции машины или при замене основных агрегатов. Законопроект в ближайшее время рассмотрят в Госдуме. Затем документ пройдет второе, третье и окончательное чтение. Только после этого определят срок вступления законопроекта в силу. Пока правила прохождения технического осмотра остаются прежними. Владельцы новых авто младше четырех лет освобождаются от таких процедур. Если возраст машины от четырех до десяти лет, то техосмотр следует проходить раз в два года. Для автомобилей старше десяти лет – раз в год. Отмечу, что стоимость техосмотра устанавливается индивидуально для каждого региона, причем фиксированная. В Омской области она составляет 376 рублей для легкового транспорта. Елки от полутора тысяч рублей. В Омске озвучили ценовые категории для новогодних деревьев. Точки, где официально откроются елочные базары, уже определены в каждом из округов города. Ответственность за это несет мэрия. О стоимости сообщили предприниматели. Сосна – от 400 рублей, пихта – от 700. Минимальная стоимость традиционной ели – полторы тысячи. Бюджетный вариант – новогодний букет из пихты – от 100 рублей. Продажи стартуют в декабре. Ранее в Главном управлении лесного хозяйства Омской области говорили об отпускной стоимости. Ценник зависит от высоты дерева. От полутора до трех метров будет стоить от 300 до 500 рублей. Оптовая цена предсказуемо ниже. Правда, местные оптовики закупают сосны, пихты и ели обычно за пределами региона, сообщают областные чиновники. В сравнении с прошлым годом ценовая политика почти не изменилась, хотя в конце 2020-го отмечали подорожание новогодних деревьев на 10%. Напомним, аналитики РИА Новости год назад составляли рейтинг стоимости елок в субъектах России. Тогда выяснилось, что в Омске и Тольятти самые низкие цены. Средние показатели по нашему городу были 642 рубля за живое дерево, 1313 за искусственное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова